Всем привет! Сегодня у нас время истории. По истории будет от моей подписчицы. Давайте започитаю ее письмо и немножко его прокомментируем с вами вместе. Здравствуйте, Галя! Я была бы очень благодарна за ваше мнение насчет моей ситуации, а то от своих мыслей, каждодневного анализа, самокопания. Я уже не могу сосредоточиться и начать жить. Познакомились с мужем в Турции. Через полгода общения в интернет, приехала к нему в гости в Турцию. Еще полгода приезжала, уезжала. Но потом я забеременела, и мы сделали мне визу и начали жить в Германию, так как он живет и работает в Германии. Я не скажу, что у нас было все прекрасно в начале отношений. Сейчас я понимаю, что он таким был всегда. Просто я на тот момент представляла его себе другим и смотрела ему в рот. Когда мы начали жить вместе, все начало вставать на свои места. Мне было тяжело с ребенком в новой стране, без языка и так далее. Но он постоянно жаловался своим родственникам на меня. Я ничего не умею и ничего не делаю. Но я хотела просто поддержки элементарно. А ему все невкусно, русская да не та, дома волосы валяются и так далее. Я ревела и думала, все наладится. Его родственники всегда меня поддерживали, помогали, советовали, говорили. Он дурак, не реагируй, все хорошо. Причем периодами все было реально хорошо. Но через минуту я снова герезеколы, салак, маньяк и вообще никто. Ну это вообще ужасно. Кстати, нельзя так... Это очень оскорбительные выражения. Если бы муж мне такое говорил, я бы, наверное, подумала о разводе. Он отвечает, офигел, чувак. В Турции, когда мы отдыхаем, вечно пугает, что остаемся здесь жить с детьми. Позже я родила второго. В Германии работы нет, денег нет. Вообще несет всякий бред, чтобы я нервничала. Мне все его родня говорит, чтобы я его не слушала, не реагировала. И тогда он успокоится. Но тогда я не реагирую, но все равно находит к чему придраться. Добивается, чтобы мы поругались. Потом, когда мы возвращаемся в Германию, у него все хорошо. Белый, пушистый, чаи носит, готовит, детей забирает гулять, чтобы я дома отдохнула. Можно долго писать про него, но я знаю мои недостатки. Я очень спокойная. Я не люблю ругаться, выяснять отношения. Может, ему со мной скучно. Я не знаю, но любовь ему не даю, не говорю ему ласковых слов. Но я, в принципе, люблю обниматься, вместе все делать. Но с ним невозможно вести диалог. Через пару минут он говорит, так ты сама виновата, потому что ты такая-сякая. Или вообще молчит, типа он такой умный, а я такая глупые вопросы задаю. У меня нет желания что-то спрашивать, разговаривать с ним. Или я приготовлю что-то дома чисто, дети довольны. То вечером из-за какого-то пустяка я снова дура и опять тупая. Он оскорбит, через минуту уже шутит со мной. А мне обидно. А мне еще детей спать ложить и куча дела. А он лежит телик, смотрится спокойной душой. Несколько раз мы пытались развестись, но всегда решали еще подождать. И сейчас я уже нашла адвоката. Я знаю, что у меня все будет хорошо. Я знаю язык. Хожу сама по врачам, спрашиваю, если что-то непонятно. Много знакомых есть, подруга, но боюсь совершить ошибку. Его родственники очень много нам помогали. И хорошо ко мне относятся. Я, наверное, останусь совсем одна, если уйду. С мамой он не общается. А она и не хочет его видеть. Хотя живет через дом. Я же хожу к ней с детьми в гости. Ничего плохого пока о ней не могу сказать. Сама достаточно заботливая, общительная, красивая. А муж мой сейчас не работает. Хотя раньше работал. Но у него ничего своего нет. Все он за счет своей сестры имеет. А она много помогает. У нее свой бизнес. Но и постоянно участвует в нашей жизни. Только недавно добилась, чтобы детские я получала. И чтобы он эти деньги не трогал. Но последнее время забирает и их тоже. А если начинаешь с ним ругаться, он рассказывает сестре. Она приходит якобы случайно. Может нам дать денег на личные расходы. И в Рождество мне подарили деньгами. А муж уехал в Турцию отдыхать на Рождество. И денег не оставил. Знает же, что мне подарят. Если вам что-то понятно из моего рассказа, можете сказать свое мнение. Я, конечно, рассказала не все. Много и плохого, и хорошего. Но тоже в основном все вот так как-то. Спасибо большое за ответ. Это абьюз однозначно. У вас зависимое абьюзное отношение с вашим мужем. Абьюз финансовый. И вот эти даже детские деньги, скажем так, обкрадывают вас, если так можно выразиться. И в первую очередь, самый страшный абьюз у вас моральный. Вас унижают. Вашу самооценку растоптали. И по ней периодически еще прохаживаются. Вы как зависимый человек, вы все верите, что может... Вы уже даже морально довели настолько... Вы готовы развестись. Но вы все равно оставляете маленькую дверцу. А вдруг... И опять же, не за низкой самооценки, раздавленной самооценки мужем, вы думаете, не хочу быть виноватой, чтобы не сделать ошибку. А может быть, я не права, и не надо с ним расставаться. А вдруг я вот все-таки... Что-то изменится. То есть вы до последнего ждете. С одной стороны, вы понимаете, ждать нечего. Но так как у вас есть страх, вы в принципе жертва в этой ситуации. Вы даже боитесь пошелохнуться и уйти от такого ужасного мужа. Вы мне извините, это ваш муж. Может, вы его там еще любите. Но это ужасный человек, который унижает, оскорбляет мать своих детей на глазах у своих детей. Это вообще что? Это тирания моральная, психологическая. Да, он на вас руку не поднимает, но он над вами издевается. Морально вас гнобит. Он вас, поверьте, вот так издеваться над человеком, давить, унижать, оскорблять. Вот эти унижения, оскорбительные слова, вот, и салак, и все прочее. Для меня просто шок. Что вообще к женщине, которую ты, типа, любишь, как бы, если ты в браке, то ты любишь, да? То, что можно так обращаться к человеку. Это вообще чего? Вы чего это терпите? И так обращаются вот в Турции, на улице, когда какой-то конфликт, я не знаю, кто-то что-то толкнул, пихнул, неуважительно, типа, послать на, это вот такие слова можно применить. Ты козел, урод, тупой и так далее. Вот так. Вашу самооценку унижают. Он повышает свою самооценку, опуская вас. Он на вас паразитирует. Его вся жизнь, это паразитический образ жизни на своей сестре за счет ее денег, финансов. С ним родная мать не общается. Это вам разве не показатель? Вот об этом надо первое задуматься, почему мать родная его уже не признает. Вас все поддерживают и говорят, да ты потерпи, подожди, потому что они его знают прекрасно. Они от него отказаться, как от члена семьи, не могут. Им удобно, потому что он обстиранный, обглаженный, обмытый вами, он под присмотром вашим. А если вы от него уйдете, то вы их последняя надежда. Он опять сядет им полностью на их плечи. И даже забота о его питании, о его стирке и все прочем тоже будет на них. Они этого не хотят. Им просто удобно, чтобы он был под таким женским присмотром вашим. Они вам помогают за ним присматривать. Ну окей, как компровизм, это возможно, им удобно. Но к вашей жизни-то проходит. Почему вы свою жизнь ложите на алтарь какой-то ненормальной, простите, ненормальной семейки, которая воспитала вот такого мужчину в семье, женщины причем, да, и сестра, и мать, где папа, там вообще не слышно, что у них существует. Родня вас вы, если вы подойдите на развод, будьте готовы к тому, что они от вас могут отвернуться, потому что вы им просто сейчас удобны. И не такая супер к вам большая любовь и поддержка. Они вас поддерживали, помогали, потому что им было это выгодно и удобно. С какой-то стороны вас иметь в их семействе, потому что вы помогали им с вот этим вот большим ребенком, да, который еще и тиранит вас. Пока вы от него когда отвернетесь, вы им милы не будете, и ваши дети, возможно, тоже им нужны не будут. Имейте это в виду, то, что если вы разводитесь, помощи финансово, морально посидеть с детьми, от них не ждите. Они могут от вас отвернуться. Но в хорошем смысле, может быть, они останутся. Если они хорошие, честные люди, они не откажутся от своих внуков, племянников, они вам будут помогать. Но я вам советую на эту помощь не рассчитывать. Рассчитывайте только на себя одну. Он вас будет, когда вы подойдите конкретно на развод и разведетесь, два варианта. Либо он реально отпустит, и все это уже из себя изжило. Либо, скорее всего, самый большой страшный вариант, он начнет вас спросить, вернуть обратно. Или вы начнете с ним опять сожительствовать, но не будете расписаны. Он будет вас дергать детьми, что у вас двое детей, что вы живете рядом, будете где-то там недалеко, да, в одном городе, он вас будет этим дергать, что вы не уедете в другую какую-то страну, скорее всего, не планируете. Короче, он будет лезть обратно. Он вам будет, вы будете думать, он реально исправится. Это все с этим адективным поведением зависим. Короче, всем, как это назвать, слово забыла, просто с головы вылетело. В общем, все тираны, они типа хорошими прикидываются на какой-то период времени, чтобы вы поверили и обратно пришли жертвы к нему. И над вами будут одеваться точно так же, станет еще хуже. Все только хуже. Чтобы он не обещал золотые горы, что будет все хорошо, он справится, обижать вас не будет, в следующий раз уже руку поднимать будет. Потому что у него будет обида на вас за то, что вы все-таки подняли голову из вашей заниженной, растоптанной самооценки, что-то о себе вообще возомнили, его бросить решили, с ним развестись. И он вам будет мстить еще, будет еще только хуже. Если вы разведетесь, я вот к чему, ни в коем случае не возвращайтесь. Вы, мать, думайте, какой вы пример подаете своим детям. Они видят, как их мать каждый день унижают, давят, обзывают. Если у вас девочки, они будут себя вести так же с мужчинами, будут позволять им в будущем с собой так вести. Они думают, что это нормально. А если мальчики у вас, вы мальчикам показываете, как надо обращаться с женщинами. Вот они будут такими же, как отец. Вы этого хотите для своих детей? Я бы ни в коем случае. Пример самой вот этой семьи, это самое большое, что мы даем детям. И ваш пример вообще ни разу не лучший. Пусть он не бухает, пусть он не наркоман, пусть он не бьет вас, но то, что моральная тирания, абьюз вот этот происходит, ничем не лучше и не мягче. Вы закладываете в своих детей неправильное. Это самое ужасное. Вы растите потомство, поколение. Вы производите уже, скажем так, двух людей на свет, которые могут продолжать вот так вот себя вести. Вам это зачем нужно? А потом еще и вырастут. Поверьте, если вы считаете, либо он вас будет укорять тем, что мы живем вместе родить детей, чтобы у них была семья, два родителя. Они потом вам вырастут и в 20 лет скажут, зачем это терпело? Надо было разводиться. Не надо для нас такого счастья. Короче, я думаю, эта история вообще, много кто происходит этого, на канале я это рассказывала. Не для кого, это не новость. Что родители, скажем так, не выбирают, но дети вам потом спасибо за такое детство не скажут. Но если вы, конечно, не будете, опять же, манипулировать и говорить, я ради вас все это терпела, вы неблагодарны и все прочее, это тоже неправильное поведение бывает у родителей, которые укоряют своих детей за выбор, который дети сами-то и не делали. Это родительский выбор был, жить всю жизнь с алкоголиком, с абьюзером каким-то и так далее. Но это вообще другая история. Так что вот, собрались уходить, конечно, уходите. Терпеть здесь больше нечего. Я вам, вот сомневаетесь, я вам говорю, ничего не изменится в лучшую сторону. Эту человека надо лечить. Ему нужны другие отношения, другое поведение. Он просто обнаглевший свин. Это ужас вообще. Мне просто читало, кошмар, как вы это вообще терпите? Уйдете, не ждите помощи ни от его родителей, ни от его сестры, ни от кого. Рассчитывайте только на себя в финансовом, моральном плане. Может быть, даже поддержки никакой не будет, они наоборот могут на вас пойти с агрессией. Я не знаю, как там у вас, какие отношения, что может получиться. Третье, если буду звать обратно, обещать, что все будет хорошо, не верьте, лучше не будет, будет только хуже. Это как паук, который хочет вас заманить обратно в свою паутину, чтобы издеваться, повышать свою самооценку, от этого кайфовать. Ну и последнее, я вам скажу, что если вы сомневаетесь, прерываетесь в отношениях, чего вы от него вообще ждете? Он у вас деньги забирает от ваших детей детские, их прогуливают каким-то образом, тратят. Вам такой мужчина нужен? Он ничего в семье, детям не дает, ни вам, ни детям, никому ничего. Это эгоист, который сидит на ваших плечах. Вам это надо? Он уехал развлекаться на Новый год, не то, что там вам денег не оставил. Он уехал развлекаться, алло. Он оставил вас и ваших детей в праздник, это семейный праздник. Вот ушел, пусть валит. Не надо было его обратно домой пускать после рождественских праздников. Хоть честно, поменять замки, подать на развод, сказать, чтобы тебя здесь больше не видели. Вот так надо было поступать. Если будете разводиться, кардинально рубите, ни в какие разговоры, переговоры с ним не вступайте. Он будет вам пудрить мозг. И когда вы поймете, что он заговаривает зубы, всегда вспоминайте мои слова, что это вранье. Он просто врет. И он знает, что он будет врать. Будет врать только ради того, чтобы вы остались, а потом опять продолжать над вами издеваться. Это будет ходить постоянно по кругу. А вообще вам, чтобы это не повторять, я советую обратиться к психологу, решить свою личную проблему, почему вы жертва, и почему вы согласны на такие отношения. И вам нужно менять свою психику, как человека, чтобы в будущем не найти опять такого же мужчину, либо какие-то абьюзные какие-то отношения. Имейте это в виду, что у вас есть определенный пунктик, который надо лечить. Вот, надеюсь, это было такое видео. Если, короче говоря, когда будете разводиться, вам будет тяжело, тяжко, пересматривайте это видео. Вот в моем видео поддержка вам карты в руки. Вы решаете в своей жизни, что у вас происходит. Я вам желаю только удачи. У вас все получится. Здесь ничего такого страшного нет. Это не алкоголик, не деспот, который бьет. Ничего страшного. От него уйти можно. Главное, чтобы вы захотели это сделать. Доведите уже это до конца, хотя бы ради ваших детей. Вот. Что вы скажете по этому поводу, как зрители-подписчики, можете поддержать эту девушку в комментариях. Я думаю, что для решения, принятия правильного решения, ей нужна не только моя, но и ваша поддержка. Спасибо за ваши комментарии заранее. Скоро увидимся. Всем пока.